Уже на следующей неделе в губернаторский указ об ограничениях в регионе могут внести изменения. Об этом сегодня заявил оперштаб. В частности, в Поморье расширят действия QR-кодов, торговые центры снова перестанут пускать детей, а в здания аэропортов и на ЖД-вокзалы смогут зайти только пассажиры с билетами. Предполагается, что все эти нововведения начнут действовать с 29 октября. Предпосылок для введения новых ограничений или возвращения крайне действовавшим много. Рост числа заболевших фиксируется уже на протяжении месяца. Среднесуточный показатель за это время вырос почти на 100 человек. На прошлой неделе это еще было 200 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас уже 227 случаев на 100 тысяч населения. То есть это максимальный, наверное, недельный уровень заболеваемости. На заседании оперштаба сегодня предложено значительно усилить контроль за соблюдением введенных ограничений. Кроме того, расширить список организаций, где для доступа потребуется QR-код о вакцинации. Среди них объекты розничной торговли. За исключением аптек и продовольственных магазинов, а также магазинов, которые торгуют товарами непродовольственными первой необходимости. Еще несколько пунктов, которые касаются учреждений, которые предоставляют бытовые услуги, где непосредственно находится получатель этой услуги. Он должен будет предъявить QR-код. Это также букмекерской конторы, тотализаторы, пункты приема ставок ломбардов микрофинансовой организации и ветеринарной клиники. Еще раз повторяю, с 29 октября. Еще одно нововведение коснется аэропорта. Вход в здание только при предъявлении проездных документов. Встречающие, провожающие допускаться не будут. Возможно, скоро подростков вновь не станут пускать в торговые центры без сопровождения взрослых. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября работа медицинских организаций не будет остановлена. Занятия в техникумах, колледжах и вузах проводиться не будут. Детские сады открывают дверь в привычном формате. Учреждения культуры принимают посетителей с учетом всех ограничений. Спортивные мероприятия в регионе проводятся без участия зрителей и болельщиков. Артемий Заварзин, Регион 29.